здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания draw markets и рад приветствовать вас на нашем видео сегодня обсудим новость последних дней это испытание вакцины модерна это что эксперты пока этому не верят ну а перед началом напоминаю то что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк ваши вопросы оставляйте в комментариях а и так рынки вновь снижаются на фоне негативных заявлений экспертов по результатам испытания вакцины от коронавируса который представил в понедельник компании модерна и так в понедельник компания модерна сделал заявление что на ранних этапах тестирования вакцины от коронавируса они получили положительные результаты рынок безусловно воспринял эту информацию позитивными чтобы нам совсем перестать беспокоиться последствия коронавируса нам надо знать как победить этот вирус если 500 понедельник вырос более чем на трех процент до трех процентов на самом деле было несколько факторов на которых рост с напину позитивные данные об испытании вакцины тоже этому поспособствовали вчера на портале стать news была опубликована статья в которой ряд экспертов высказали скептицизм о качестве результатов тестирования а вот главные тезисы не 1 2 эксперта опрошенных стат сказали что модерна еще не опубликовала свои исследования в научных журналах и обратили внимание что компания раскрыл лишь часть результатов тестирования также эксперты обратили внимание на то что институт аллергии и инфекционных заболеваний которые выступают партнером модерна в разработке вакцины отказался комментировать успех вакцины что является ненормальным для института а исследователь вакцин из университета джона хопкинса анна дурбин сказала что ее главное беспокойство связано с тем что компания не сделала публикаций о результатах своих исследований о которых они говорили в пресс-релизе но рынке сейчас цепляется за все положительные новости за все положительные новости относительно вакцин но решение так и не найдено большинство своем тот рост который мы видим на фондовом рынке рынке нефти это заложенный позитив на будущее подтверждение которому пока мы не нашли меня акции компании модерна середины марта выросли с 19 долларов до 84 последние два дня акции падают ну а теперь давайте посмотрим какая ситуация у нас происходит на рынках я также расскажу о том на какие у меня есть идеи на сегодня начнем мы с пары евро доллара евро доллар вчера достигла на моих целевых уровней его данного бокового движения то есть мы дошли до отметки 1109 70 плюс-минус и я из позиции который откроем на покупку вышел сейчас также велика вероятность начала еще одного снижения в области 108 ну и тогда уже собственно пока вот мы продолжаем двигаться в этом боковике и соответственно свои идеи я также ищу от верхней границы до нижней границы и наоборот соответственно по евро оппозиция была довольно таки неплохая правда заходил достаточно небольшим объемом вторую часть сделки а цена у меня не дошла до моего отложенного ордера но тем не менее полтора процента выглядит довольно таки неплохо соответственно вышел из этой позиции и сейчас вот на нахожусь как раз в поиске новых идей соответственно какая ситуация здесь тоже по евро может сформироваться вообще то есть так как мы торгуемся в боковике сейчас находится у верхней границы у нас велика вероятность начала как раз нисходящего движения поэтому а если евро сегодня закрепляется ниже минимальной значений вторника то я для себя буду искать продажи и но собственно продажи в боковике до 1078 а по британской валюте здесь мы видим восстановление отбываемся от области поддержки на 120 8 и фунт находится вторую сессию в росте не было коррекции дома его отложенного ордера поэтому покупку я не вошел но в целом с точки зрения часового таймфрейма но здесь сформировано восходящее движение но по данному активов позиции на покупку я не входил а по паре американский доллар канадский доллар а фактически тот регули и треугольник который мы видели преобразовался больше в боковик на текущий момент мы находимся у нижней границы поэтому поэтому приоритет покупкам здесь на мой взгляд будет выше поэтому здесь я тоже для себя буду рассматривать возможность купить поэтому с точки зрения часового таймфрейма буду обращать внимание как раз на ситуацию если цена сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии буду искать возможность купить и буду заходить уже непосредственно на коррекциях по данному инструменту и по данной ситуации соответственно здесь я скорее всего буду заходить на коррекциях поэтому вот буду сначала следить сможет ли цена закрепиться выше максимумов вторника затем буду искать уже точки для входа по паре американский доллар японская иена здесь у нас продолжается попытки восходящего движения сейчас пара немного корректируется но в целом общее движение здесь сохраняется пока восходящее пока здесь покупок нет и на ближайшее время пока здесь тоже сделок не рассматривают пока все-таки больше мне нравится идея на фоне негатива который может появляться это вновь начать покупать американский доллар ну и соответственно продавать а остальные валютные пары но скорее всего не японскую иену а по австралийцу австралии также не может преодолеть область сопротивления которому видели в конце апреля это область 65 59 от которой также нас может произойти нисходящее движение соответственно текущий момент здесь я для себя рассматриваю ситуацию на продать по данному инструменту но чуть соответственно с подтверждение то есть на текущий момент у нас все еще сохраняется фаза восходящего движения и мне если говорить о продажах то здесь я буду ждать закрепление ниже отметка 65 10 для того чтобы как раз зафиксировать вот данный вход в данную позицию соответственно на текущий момент ожидаю для того чтобы войти в сделку да как всегда то есть мне нужно увидеть закрепление ниже минимальной значений после этого я буду искать уже возможности на сделку войти то есть буду искать максимально интересную для себя цену по новозеланду здесь также пока продолжается рост еще можем подрасти до 61 52 но в целом как идея долгосрочная ну то есть как идея основная это искать покупки на коррекциях но как где более спекулятивная более краткосрочная то искать продажи от 61 59 62 для того чтобы как раз вот прокатиться на той коррекции которая здесь может произойти и уже по завершению данной коррекции войти вновь оптимально в покупки а поэтому по новозеландию да здесь также остаются пока покупки вот тот отложен ордер которыми стал опять пока уже здесь не актуален а цена вчера не опустил в данную область и поэтому сейчас уже нет смысла ждать вот данного коррекционного движения а по золоту мы вновь обновляем локальный максимум но последние две торговых сессии то есть в понедельник дошли до отметки 1765 пока не тот максимум не переписали но общее направление точно также остается восходящее сегодня уже торгуемся выше максимум вторника что также дополнительно пока подтверждает сохранение восходящей формации по золоту а вот по индексам также велика вероятность начала нисходящего движения опять же до индекс дакс индекс s&p 500 находится достаточно близко к максимуму конца апреля от которых мы можем также увидеть волну еще одну волну нисходящего движения здесь я для себя тоже попробую найти возможности далее продаж вчера был сформирован локальный максимум если сегодня цена закрепляется ниже минимальной значений вчерашней торговой сессии то соответственно буду искать здесь для себя также возможность продать индекс дакс ну и посмотрим насколько собственно фундаментальный фонд подтвердит негатив который может повлиять нам фондовый рынок европы по s&p 500 также мы не пока толчемся вблизи отметки 3000 вчера немножко обновили локальный максимум затем день закрылся как раз на негативе но то что мы обсуждали в начале выпуска не а соответственно сейчас мы видим что фьючерс по s&p 500 подрастает и на текущий момент пока позитив он сохраняется то есть возможно что та коррекция которая была вчера она не приведет к смене как раз на нисходящую формацию но тем не менее если цена сможет закрепиться ниже минимума вчерашней торговой сессии то продажи я для себя по индексу дакс вновь начну искать на рынке нефти пока сохраняется позитив опять же тот позитив который есть сейчас он больше склонен на думать на долгосрок то есть на перспективу то что да на спрос начнет восстанавливаться пока он не восстановился безусловно в полном объеме добыча снижается но тем не менее пока нефть вырастает на рекордные ну практически на сотни процентов что по WTI что по бренд сейчас мы видим пока продолжение восходящей формации восходящего движения если говорить по 7 на бренду здесь вполне вероятно начало может также сформироваться коррекция если цена сможет закрепиться ниже минимумов которые были сформированы вчера возможно будет некоторых передышка в том росте потому что рост был достаточно большой вполне возможно что цена может остановиться а по фьючерсу на WTI я напомню что вчера закончил действовать июньский контракт сейчас действует июльский поэтому не забудьте переключить в фьючерсы для торговли то есть что я собственно сейчас и сделал пока на текущий момент здесь также сохраняется восходящее движение вчера мы видим что цена с открытия дня опускалась обновить локальный максимум мы пока не смогли и но фактически есть пока мы видим ту передышку в росте которая была возможно рынок сейчас несколько скорректируется и дальше уже будет продолжать расти на тех позитивных новостях которые здесь могут появляться ну и в завершении хотел показать также акцию на модерна который мы обсуждали в начале какой стремительный рост был и ну на какое падение может все-таки ожидать если те данные которые они обнародовали нет найдут какого-либо подтверждения но мне думаю что пока здесь сложно делать какие-то выводы но тем не менее вот тот рост который был с марта мы видим что он довольно таки колоссальный рост больше 300 процентов вот как раз фармацевтические компании вот на таких вещах очень хорошо могут подрастать ну а мы с вами продолжим искать интересные ситуации рассматривать рынок и смотреть что нас будет ждать дальше на сегодня это все я напомню что у нас завтра состоится вебинар который будет посвящен нефти мой коллега фуат расулов проведет этот вебинар поэтому переходите по ссылке в описании регистрируйтесь и будем вас на нем также ждать но я с вами прощаюсь до пятницы всем желаю хорошего торгового дня ставьте лайк если вам нравится видео вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания